Муза-босс. Ну, в чем уникальность? Во-первых, не было... Язык молодежи очень специфический, там очень важен стиль. Вот такой стильной, такой качественной программы про музыку просто не было. Вот эти черные очки, вот эта такая нарочитая какая-то вот, такая, ну, я не знаю, лоск, такой стиль. Плюс вторая часть бэкстейдж, то есть то, что до этого почему-то не делали. Рассказать, как вообще живут музыканты, как они едут там в автобусе на экскурсию, на экскурсию на гастроли, о чем они разговаривают между собой, как они репетируют. Вот этого всего тоже было довольно много. Почему-то вот этого бэкстейдж, то есть то, что происходит за сценой, до этого тоже почему-то никто не показывал. Вот второй фактор. Но вот в данном случае принципиально было то, что он сам, как очень профессиональный продюсер, режиссер, вот такого точно чувствующий язык молодежи, язык образов, он создал из себя, ну, вот просто глобальный бренд, просто глобальный. То есть он стал самым популярным вообще персонажем, связанным с музыкой в России, будучи просто ведущим программой раз в неделю. За счет стиля, за счет вложения мозгов, идей в то, как это сделать, как это показать. Это была очень качественная программа, для того времени невероятно. Так качественно только потом у нас кто рядом мог стать? Только это с Матадором. Ну, извините, Матадор выходил там, может, всего там раз 8 или 10, может, чуть побольше. А это каждую неделю. А босс шел много лет. Очень быстро он завевал популярность, стал абсолютно трендсеттером вообще, что хорошо, что плохо. Параллельно запустили еще такой проект «Шоу-биржа», где мы анонсировали, очень много было фальшивых концертов, когда люди платили билеты, ждали звезду, звезда не пролетала. Мы стали показывать информацию реальных концертов, чтобы поддерживать реальный рынок шоу-бизнеса, что стал нашим колоссальным, ну, так сказать, властным ресурсом в отношении всего шоу-бизнеса. Ну и дальше у Вани начались открытия, то есть открывал новых музыкантов, открывал новые песни, открывал новые стили. Дальше была площадка обоза, уникально красиво снятые сольники. Так никто не снимал до него. Так красиво, так качественно. Никто, это и у Вани, у него очень-очень, например, ты с ним пообщаешься, в общем, вообще глубокий человек, хотя странно, да, так сказать, не производит такое впечатление, ну, потому что, ну, вроде, шоу-бизнес. Но не это главное, он очень точно чувствует телевизионный язык, потому что вот он всю жизнь этим занимается, просто очень точно. Он очень точно может сказать, где фальш, где вот, вот, например, вот с ним очень тяжело, когда ты, когда ты что-то делаешь, ты же сам на себя не можешь посмотреть со стороны. Вот с Ваней идеально. Он, и Ваня разбашит, Сарство Небесное. Вот, ну, вот, точно сказать, так вот это нужно так, это так чуть-чуть здесь, вот, ты пережимаешь, здесь ты слишком быстро говоришь, то есть вот, все же на нюансах. Чтобы точно передать ту эмоцию, которую ты хочешь передать аудитории, нужен тебе не ментор, продюсер. Вот с ним идеально работать, с Ваней. При этом он полностью придумал программу, придумал свой стиль. Конечно. И был постоянным ее автором. Да, мы вообще в этом смысле разделились. То есть, какие-то общие у нас были встречи, обсуждения, но это просто очень хорошо было, поэтому, что тут, был замечательный проект, который просто перевернул вообще весь, он, проект, который был даже не о музыке, а о стиле. Проектор примирил рок и поп. До этого же шла война, которая, собственно, разжигала эту войну взгляд. Потому что, ну как, были официальные программы, где показывали там Володю Преснякову, там, и так далее, да, там, того же Игоря Талькова, там, не знаю, «Утренняя почка», почта, по-нашему почка, да. А у телевизионщиков, у всех программ есть такие вот, там, «Жди меня», «Жми меня», потому что выжимает слезу, там. «Человек из окон», «Человек из окон», ну и так далее. Вот, ну, просто сленг. Значит, взгляд был альтернативен в «Утренней почте», каким-то еще программам, официальным советским концертам, сборникам, там, «Дню милиции» и так далее, где понятно, что не мог появиться никогда, там, Юрий Шевчук, вот, или там, Виктор Цой, или там, группа «Аукцион». Они все вот жили в пятницу, и это было, так сказать, то есть рок как содержательная музыка, как альтернатива сладкой музыке, которая зовет в никуда, а это музыка протеста, это музыка социальной позиции, политической позиции, это музыка смысла, это музыка этого поколения, который хочет перемен. Ну, знаменитая песня группы «Кино». Вот, а потом пошло примирение. Собственно, вот, а босс примерял, он говорил не про социальную позицию, а про качество. Он объединял музыку по уровню качества. он не показывал некачественную музыку. Вот как это работало. Это была уже такая вот новая потребность, новый мир. Потом уже были другие истории, уже после муза-боза, когда выросло целое поколение каких-то пустых, абсолютно музыкантов, особенно барышень, которых там финансировали их, более-менее богатые там, любовники, мужья. И пошел опять крен, на котором мы, в смысле Первый канал, в основном, конечно, Костя, раскрутили Земфиру, она стала звездой. То же из никуда, просто раз, Первый канал ее продвинул, а с тех пор она звезда. А сейчас я, потом были фабрики, опять возвращение в популярность. Если брать вот то, чем занимались мы на Первом канале. То есть это такие волны все время. Сейчас, кстати, наверное, тоже потребность в какой-то содержательной новой музыке. Я думаю, рэп, вот он недооценен. Потому что он слишком радикален для сегодняшнего телевидения. Оно слишком такое старомодное. Поэтому он недооценен. То есть вот этот слоган Демидова достоверно о всех направлениях и стилях самой модной музыки, если я правильно помню. Ну, как это так, да. Все эти 10 лет, да? Это было как раз о качестве. Ну, слушайте, приклеить стул под потолком вот так вот, сесть на него, точнее лечь, поставить сверху камеру и записать, когда он бросает бумаги, больше новостей у меня на сегодня нет. И они на него падают вниз. По тем временам это вообще это... это же не спецэффекты. Придумать все это построить. то есть, получается, что если вот эту вот вашу трактовку развернуть, точнее суммировать, что существование этой телепрограммы именно в 90-е годы, вот эти вот 10 лет, обусловлено именно тем, что именно тогда не появилось в настолько массовом количестве та российская эстрада, которую мы сейчас знаем. рынок был меньше, рынок был меньше, имен было меньше, конечно, намного. Ну, просто вот это был разговор про, да, что музыка это одно, но музыка должна быть качественной. То есть, он был таким камертоном, который определял, хорошо или плохо. но сам по себе как продюсер Ваня намного богаче и раскрылся, он не имеет отношения к нашей книге, наверное. Это вышли из Москва. Собственно, канал, который Ваня полностью отпродюсировал, это был взгляд нового поколения, уже не нашего, а следующего поколения на мир. Это был очень яркий канал, который предложил новый язык. Мы много делали, кстати, для этого канала программ, я имею в виду через компанию ВИД.